Добрый день, друзья. Я буду говорить отсюда, с вашего позволения. Значит, как и правильно сказал Салават, меня зовут Эд. Я директор по продукту университетской стартап-студии. Сегодня я буду мучить вас в ближайший час. Мы поговорим сегодня про customer development. И начать, конечно, хочется непосредственно с стартап-студии. Что это такое, для чего это нужно и как конкретно это может вам помочь. Сегодня со мной моя правая рука, прокси-продуктолог студии Шото Арабули. Это тот человек, который сегодня работает со студентами КФУ, студентами других вузов, проверяя гипотезы, итерации. До тех пор, пока в конкретной итерации, в конкретном продукте у нас не появился продуктолог, Шото выполняет все его функции, то есть фактически в полях делает ту работу, которую делают стартап-команды, ну и в принципе стартапы, да, развивающиеся. Шото, я могу попросить тебя переключать слайды, потому что у нас небольшая техническая сложность есть сегодня. Да, я буду тебе показывать рукой, ты переключай. Вместо стикера сегодня будешь. Ну, что поделать. Да, друзья, как я сказал, два слова буквально о стартап-студии, что это такое, с чем едят. Значит, буквально два месяца назад создалась организация, которая является отдельной по отношению к КФУ. Это университетская стартап-студия. У нее есть четыре основных учредителя. Соответственно, это Роснано, КФУ, КАМАЗ и ИВФРТ, институционно-венчурный фонд. Значит, зачем эти люди собрались? Они собрались для одной цели – делать стартапы. Еще раз подчеркиваю, стартап-студия не занимается тем, что помогает студентам делать стартапы. Для этого есть замечательные конкурсы, в том числе и грантовые. Стартап-студия делает стартапы, вовлекая людей, вовлекая людей в работу над проектами, собирая так называемые стартап-команды. Вот слева на этом слайде вы можете посмотреть, что основная часть работы стартап-студии разбивается на две части. Это продукты и это стартап-команды. Соответственно, мы предполагаем сегодня, что любой стартап можно разбить на две части и, по сути, декомпозировать. Почему так происходит? С одной стороны, потому что 90% всех идей умирают из-за того, что нет рынка. Идея умерла, команда осталась. Это понятно. С одной стороны. С другой стороны, есть крутые идеи, которые нуждаются в определенных командах, в определенных скиллах. И вот в смысле стартап-студия объединяет одно и другое. Сегодня вторая лекция, как сказал правильно Салават. Вы уже сталкивались с нашими шумами. И вот тут надо сказать в двух словах о том, что такое шумы, почему мы их подобрали для вас, и вообще, как сегодняшняя лекция связана с шумами конкретно. Смотрите, шум – это то, что мы, как команда, как люди слышим со всех сторон. Это не обязательно какой-то успешный кейс. Возможно, какой-то стартап получил финансирование. Возможно, кто-то из заказчиков, например, мы приехали в КамАЗ, нам сказали, вот было бы хорошо, если бы вы сделали мониторинг производственной линии с помощью компьютерного зрения. Отлично. Это шум. Почему мы называем это шумами? Потому что это непроверенная история. Есть такое понятие физики, как шум и сигнал. Вот сигнал – это то, на чем реально может строиться стартап. Шум – это то, что нас постоянно окружает в большом количестве. Слева вы можете посмотреть разные источники шумов, которые мы используем. Часть из них вы как раз-таки видели в таблице. Там два шума я вбивал. Это ОСС. Соответственно, то, что мы услышали прямо от КамАЗа, услышали от других игроков, от нефти, в частности. И внизу идут другие менее проверенные каналы, в частности, вот в России фастфаундеры есть замечательный канал, который лично я часто использую, поэтому там очень много шумов от него. Обратите внимание, с точки зрения трастовости он находится ниже. Вообще нужно держать в голове одну простую мысль. Чем более публичный шум, тем меньше трастовости мы в него вкладываем, тем меньше мы можем доверять. Вот сегодня был замечательный семинар, на котором я имел честь присутствовать. Ребята, команды говорили о тех проектах, которые они будут делать. И действительно были шумы публичные, да, три штуки, например, и две не публичные. Вот не публичные, они интересные. Интересны тем, что они приходят от вас, и в этом смысле трастовость к ним выше. Почему? Потому что, скорее всего, у вас есть какой-то опыт. Почему-то вы эти шумы выбрали, и это интересно. Когда, например, инвесторы покупают стартапы или инвестируют в них, они говорят, мы инвестируем в команды. Никто не задается вопросом, почему мы инвестируем в команды. Всем кажется, что это скиллы. Это не скиллы, это эмпирический опыт. Вот во что они инвестируют. Они просто хотят сэкономить время на то, чтобы запустить подобный стартап, приобретая определенные скиллы, эмпирический опыт определенной команды. Значит, давайте посмотрим детально, что мы сейчас будем делать вообще, что вы будете делать в дальнейшем в рамках своего курса. Вот наверху замечательно представлен путь движения любого стартапа. Шум, продукт, шум, гипотеза, продукт. В чем смысл? На первом этапе мы берем какой-то шум, что-то у нас где-то в ушах потрындело, потрещало. Мы понимаем, что это интересно, можно делать. Из этого нужно вытащить простую гипотезу. Конкретно, чем эта штука может быть полезна вот этим людям и за счет чего она будет конкурентна. Гипотеза – это одно, ребят, предложение, состоящее из четырех частей. Как раз-таки, возможно, коллеги, там, салават, возможно, он информацию скидывал, но если не скидывал, не знаю, скидывали, не скидывали салават, не скидывали по гипотезу. Значит, еще время не пришло. В любом случае, следующий у вас шаг после работы с шумом – это формирование конкретной гипотезы. После чего уже можно обсуждать формирование продукта. Продукт – это то, на чем продукт основан на гипотезе. Чем более рискованная гипотеза, тем более хороший продукт у вас получится. Соответственно, есть некие небольшие чекпоинты, которые нужно будет пройти по пути движения от шума к продукту. Соответственно, формулировка гипотезы, выделение бизнес-сегментов, формирование бизнес-модели, формирование оффера, проведение проблемных интервью и, конечно же, MVP. Сегодняшняя наша встреча вторая. Она посвящена КАЗДЕВу. Это, по большому счету, весь тот пласт работ, который нужно будет пройти после того, как вы выбрали шум, но до того, как вы сделали MVP. Соответственно, минимальный-минимальный продукт. Вот об этом сегодня мы поговорим. Вот сегодня на семинаре интересная история затронулась. Типа, вы разработчики, и тис, это очень круто. Дофига вам это надо вообще, да? Смотрите, какая ситуация, ребят. Разработка ради разработки больше не нужна. Я вас поздравляю, есть чат GBT. Все, есть бот, который завтра напишет за вас всю работу. Не надо тут думать, что вы там изучаете динамические типизации, или там, не знаю, социнические типизации. Вот вы такие умные. Выйдите на рынок, вы джуниоры, ребят. Все, вы конкурируете с чат GBT. Единственное отличие, которое может дать вам фору на рынке, значительную фору, это продуктовое мышление. Потому что когда вы приходите работать, например, условно в Яндекс, вам говорят, ребят, мы делаем какой-то продукт, не знаю, Яндекс, такси. Вот мы делаем так и так и так. И как только вы начинаете вкладывать этот продукт, не просто пишете код, а вкладывать понимание, для чего это делается, для чего работает вот эта функция или этот класс, как его нужно разворачивать, когда нужно наследовать и так далее. Но вы уже в этом смысле не просто как разработчик, вы уже продуктовый человек, часть продуктовой команды. И в этом ваше value. То, что вам сегодня Яндекс и другие компании могут начать платить деньги. Но это маленький автоп. Давайте перейдем к азделу. Итак, ребят, а каздев, это то, что он с вами ожидает от шума, начиная с этапа шума до этапа продукта. Значит, по большому счету, customer development переводится на русский язык, как развитие потребителей. Странное такое название, вот знаете, как развитие детей, да. Я развиваю детей. То есть мы исходим из чего? Из того, что люди не понимают, чего они изначально хотят. Они делают что-то для решения своей проблемы, но они не понимают, зачем они это делают, более того, почему они выбирают именно вот это. Соответственно, в базовом понимании каздев – это проведение проблемных интервью с потенциальными покупателями. Два слова здесь подчеркнуто, друзья. Проблемные с потенциальными. Значит, почему проблемные? Потому что есть решенческие еще. Что такое решенческие и проблемные? Проблемные, когда мы пытаемся понять проблему, решенческие, когда мы пытаемся продать решение. То есть вам звонит по телефону, там, не знаю, какой-нибудь человек из РАССКИ, говорит, купите, пожалуйста, мои ботинки, условно говоря, это уже решение. Но он не пытается понять проблему. И вот это, на наш взгляд, первая сложность развития продуктового мышления. Второй блок – это потенциальные покупатели. То есть просто так, абы с кем разговаривать не надо. Слушать, абы кого тоже не нужно. Нужны потенциальные покупатели. Со своей стороны мы проводим сотни интервью. Сегодня со мной пришел Шота, человек, который все это дело делает. За моей спиной реальные каздевы, которые делают студенты КФУ. Сегодня вместе с вами мы их посмотрим по конкретным проектам университетской стартап-студии, которые мы там параллельно ведем. Как я и сказал, на текущий момент у нас более ста каздевов. Видите, мы очень рады, как говорится, их делать изо дня в день. У нас все на лице написано. Давай дальше Шот. Окей. Значит, давайте поймем для начала, что мы пытаемся, какие цели мы пытаемся достичь в рамках данного инструмента. Значит, прежде всего каздев нужен для того, чтобы выяснить одну простую вещь. Мы называем это рейтингом неудовлетворенности клиента. Чем конкретно человек неудовлетворен, используя тот или иной способ решения своей проблемы? Вдумайтесь, здесь очень важно. Как только вы начинаете задаваться себе вопросом, чем он неудовлетворен, вы выскакиваете из своей головы. Салават правильно на прошлом семинаре вам сказал, выходите из офиса. Что значит выходить из офиса? В том числе перестать сидеть и придумывать в своей голове, как работает та или иная идея. Понятно, что есть рынки, для которых люди не готовы. Глупо, наверное, спрашивать людей, какие костюмы для Марса вы хотели бы приобрести. Понятно, люди не на Марсе, но и глупо спрашивать эту историю. Но тем не менее, мы задавая вопрос о неудовлетворенности, мы пытаемся понять ситуацию человека. Как он сегодня решает проблему и зачем он, собственно говоря, может потребоваться наш продукт. Поэтому первое. Выяснить неудовлетворенность. Второе. Где найти клиента? Значит, простая истина стартапера звучит так. И продуктолога, неважно. Если вы не знаете каналов для своего клиента, вы не знаете своего клиента. Все, забудьте. То есть если вам говорят, кто клиент, вы не знаете, это полбеды. Если вас спрашивают, как найти вашего клиента, и вы не знаете, это вообще кошмар. То есть на это можно просто поставить камень и все, и забыть про этот проект. Потому что мы не можем, как сказать, мы не можем найти того человека, которого мы не знаем, как найти. Это слишком сложная задача для ее решения. И третий момент – это свойства продукта и фичи. Соответственно, вот сегодня, скажем так, вы уже там студенты IT, да, немножко более продвинутые, поговорили немножко про модель КАНО. Что такое свойства продукта? Почему человек его покупает? Какие свойства продукта есть? Какие делать надо? Какие делать не надо? Хочется, конечно, взять там ваш продукт, не знаю, социальную сеть для кошечек в Казани, например, да, и там запихать туда там 100 миллионов свойств продукта. Ну, круто же, там, не знаю, вот у Яндекса есть там такой продукт, там 100 миллионов свойств. И мы тоже сделаем. Да, но у Яндекса 100 процентов ресурсов, а у вас, не знаю, там 0,1. Соответственно, как бы скорее всего, вы из этих 100 фич там не сделаете ничего. Вопрос. Что сделать? Что пилить? Что начать делать прямо сейчас, чтобы покупали? Дальше. Три проблемы, ребят. Три цели КАЗДЕВА. Значит, тут, скажем так, давайте начнем с того, как проводить КАЗДЕВА. Но прежде всего важно понять, что вот есть шум, получается, да, есть гипотеза. Гипотеза — это есть содержание вашего шума. Но формой для человека является презентация. Презентация или лендос. Вот опять же, простая очень вещь — лендинг пейдж. Кто значит, что такое лендинг пейдж? Кто пилил лендосы, пилит лендосы. Раз человек, два человек, два человек, три человек. Окей, давайте я о двух словах-то поясню. Лендинг пейдж — это одностраничная посадочная страница. Все, что вы можете найти в интернете, все, что вы можете упаковать в простейший месседж, называется по сути лендинг пейдж. Лендинг нужен для одной цели, чтобы закрыть клиента. Закрыть означает продать. Продать ему не важно что. На самом деле вы продаете друг другу идею, когда просто делитесь, не знаю, впечатлениями о последней там онлайн-игрушке, которая вышла, типа давай вместе поставим, давай вместе погоняем. Если человек идею приобретает, то заходит в онлайн-игрушку вместе с вами, он ее покупает. Значит, лендинг пейдж продавать то же самое, но в B2B и B2C формате. Эта штука позволяет вам собрать все мысли в одно направление и предложить конечному клиенту. Человек покупает — это хорошо. Человек не покупает — нужно понять, почему. Соответственно, первое — это создать оффер. Второе — найти участников интервью. Мы сходим здесь как раз-таки на решение цели, связанное с тем, где найти клиента. Ищем так называемых респондентов. Пока у нас с вами нету никакого оффера, пока у нас с вами нету ничего, мы должны понять, где найти людей, которые позволят нам, которые пройдут интервью вместе с нами. И третье, базовое, понятное — провести интервью. Три шага. Окей. Давайте тут для себя просто поймем, что есть продукт. В конечном случае, что мы делаем-то? То есть есть шум, понятно, гипотеза, продукт. Продукт, по большому счету, это набор свойств, которые мы продаем клиенту и который их покупает. Обратите внимание, слова «код», слова «товар», слова еще что-то физическое или не физическое, неважно, вот вообще клиента не интересуют. Его не интересуют патенты, его не интересуют лицензии, его интересует набор решений, которые вы предлагаете ему для того, чтобы купить конкретный товар. Не знаю, например, Xbox. Я недавно купил Xbox на Озоне. Для меня Озон предоставил продукт. Сам по себе Xbox — это товар. Я могу Xbox купить в любом месте, но продукт для меня является по большому счету и логистика. Они предложили мне определенную цену, определенный товар, с определенной доставкой в определенное время, с определенным удобным способом оплаты. Вот это, коллеги, есть продукт. Но все остальное для меня это по большому счету товар. И в этом смысле как бы тут сразу можно немножко рассуждать в пользу того, что не каждый товар является сам по себе продуктом. То же самое касается любого кода и всего остального. Делаем вывод. MVP — это минимальное количество характеристик, которые готов купить клиент. Знаете, в свое время Джефф Безос, когда делал Amazon в 90-е годы, он сказал такую простую фразу. Он сказал, что если вы выходите на рынок, и ваш продукт выглядит отлично, я поздравляю вас, вы опоздали. Можете его взять и там удалить. Почему? Потому что если рынок есть, и проблема у рынка есть, то на этот рынок уже выходили. Понимаете? Вы не первый и не последний человек, который делает соцсеть для кошечек в Казани. Такие были до вас и будут после вас. Вопрос заключается в том, почему эти люди не смогли сделать продукт, почему они не смогли сделать бизнес. Вот этот вопрос нужно искать ответ. Потому что зачастую бизнес строится на изменениях. Он не строится из воздуха, потому что вам пришла в голову идея. Поздравляю, скорее всего, там еще 100 тысяч человек в этом мире пришла идея, точно такая же идея, в то же самое время. И нам в этом случае важно, когда мы с вами запускаем минимальный жизнеспособный продукт, понять, что конкретно изменилось, и готов ли рынок приобрести вот прямо сейчас это решение. Все, что человек покупает, то ему нужно. Все, что он не покупает, то ему не нужно. В этом смысле, как бы, вот здесь мы сделаем еще шаг вперед. В этом смысле мне нравится пример Илона Маска. Опять же, да, сюда возвращаюсь. Перед нами Tesla Model X. Ничего нового, ничего старого. Старая моделька. Запущенная она еще в десятых годах была. Значит, понятно, что Маск известный инженер, известный предприниматель, все его знали. Это просто сейчас сайт, просто сайт, который вы можете сами зайти, чтобы посмотреть тесловский. Значит, в чем столь? Он, когда запускал Tesla Model X, он не делал машину. Он не занимался производственной линией. Ему не интересовал конвейер, его не интересовал бизнес-план. Он нарисовал вот такую модельку и сделал сайт. Лендинг пейдж, одностраничник. И сказал, ребят, оставьте заявку. Вот там написано справа, у меня нижнего угла написано Order Now. Оставьте, пожалуйста, заявку. Он собрал таким образом 300 тысяч предоплаченных, предоплаченных контрактов. То есть 300 тысяч человек зашло, нажало кнопку Order Now и оставило какие-то деньги. Причем неважно какие, не обязательно была полная стоимость Tesla. Это может быть там и 100 долларов, в словом говоря, и 1000 долларов. Важно, что он предоплатил. И когда у него появились на руках эти цифры, он пошел к инвесторам и говорит, ребят, смотрите, у меня есть 300 тысяч ребят, которые дали мне там по 1000 долларов. Это копейки, но это означает, что если мы построим с вами завод завтра вот здесь на конвейере, эти люди эту машину приобретут. Потому что они уже сделали действие, которое позволяет нам двигаться дальше. Так вот, глобально, получается, с точки зрения Model X, Model S, точнее, это у нас с вами есть MVP, минимальный жизнеспособный продукт. Что это? Это сайт, по большому счету. Да, существуют ситуации, когда мы с вами не еланы маски, и нам нужно сделать рабочий прототип. Понятно, что бывают кейсы, когда мы не можем донести до человека ценность, например, не сделав конечное решение. Такое бывает? Да, такое бывает. К сожалению. В данном случае, мне кажется, это просто идеальный пример MVP. И если бы там сегодня запускалось, я бы 10-10 бы дал вот сюда. Это быстро, дешево. Это проверяет то, что нам нужно проверить. Дальше. Значит, тут важно понимать, что вот эта Tesla, она, как и любые другие продукты, закрывает определенные боли. Соответственно, у нас с вами получается, есть два, как я сказал, два инструмента, чтобы сделать оффер конечному клиенту. Презентация и лендинг пейдж. Соответственно, презентацию мы используем чаще для того, чтобы прийти к B2B-шникам. Вот сегодня я тоже видел интересные проекты по B2B-сектору. И, ну да, то есть очевидно, что вот к B2B-шникам лучше делать их, лучше делать презентацию. Почему? Потому что они не любят тратить время свое. Мы сколько раз замечаем, когда к ним приходим, говорят, ребят, у нас есть крутая идея, там студенты придумали, давайте там какую-то платформу запустим или сервис. Нам говорят, не, ребят, типа, ну это что? Вы покажите конкретные условия сделки, покажите мне коммерческое предложение, покажите мне то или другое. Соответственно, как мы понимаем, что? Нам нужно, если мы чего-то не знаем, мы должны это придумать. Fake it until you make it. Есть такое выражение на английском языке. Обмани, обманывай до тех пор, пока ты не можешь это сделать. Соответственно, вот это касается история с презентацией. Это для B2B-сектора. Если мы идем по направлению B2C, если у нас обычный продукт есть, там достаточно сделать лендинг на тильде, тильда no-code constructor, там стоит бесплатно, из серии зашел, сделал, оформил, налил трафик, и все это можно уже, собственно говоря, попробовать и протестировать. Вот эти штуки важны, ребят. Перед тем, как идти на козде, при тем, как идти на проблемное интервью, нам важно подготовить с вами оффер. Это важно и для нас, и для тех, которые мы это показываем. Вот сегодня что-то будет показывать в проблемное интервью чуть дальше, и вы поймете, на самом деле, как эта штука работает с точки зрения взаимодействия. Даже если сегодня мы, например, идем к людям, мы сначала, получается, показываем лендоз, и на самом козде, когда мы идем по интервью, мы им показываем фрезу. Потому что человек сразу понимает, что это какая-то серьезная история, и об этом можно, по крайней мере, говорить. Есть, вот это пример нашего сайта, один из наших проектов, это мобильные зарядки для электрокаров. Предложили студенты энергетического университета. Штука интересная, едет электрокар, и вы знаете, сегодня по Татарстану в том числе, и им негде заряжаться. Ну, мы там такие, окей, давайте сделаем мобильную зарядку, пускай они там, у нас нету пока статичных зарядок, да, там, скажем так, построенных на месте. Пускай у нас будет рюкзак, человек одел рюкзак, пошел, зарядил машину, все круто, там, да, там, одну, вторую, третью, десятую и так далее. Сделали сайт сразу, вот сразу по факту старта. Название, описание, буллеты. Буллеты значит пули с английского языка, но в данном случае на сайтах, это с точки зрения терминологии, да, это то, что позволяет акцентировать внимание человека на конкретных причинах эту штуку купить. Зачастую буллеты – это выгоды. Вот тут немножко нужно поговорить про структуру лендинг-пейджей, да, вообще почему они строятся так, как строятся, если вы там, например, поймете сейчас на любой лендоз и попытаетесь посмотреть, например, да, у любого, получается, предложения есть три составляющих. У любого продукта характеристики, преимущества и выгоды. Если мы начинаем с вами углубляться в любой продукт, мы должны эти все штуки, все три этих штуки, да, разделять. Почему? Потому что они по-разному влияют на возможность заключения сделки. Мне нравится этот пример, это пример из B2B продаж, честно вам скажу, это, ну, как бы, это не исказдело, но работает это примерно так. Если у вашего сервиса есть какая-то характеристика, ну, типа, не знаю, машина железная, ну и ладно. То есть влияние этого, влияние этого параметра на продажу, примерно, фиолетовая линия, примерно никакое. Ну, то есть вы сказали, моя машина железная, человек сказал, мм, железная, ну и ладно. Ну, то есть это никак не влияет на продажу, ему все равно железная она, то есть более того, знаете, я даже больше скажу, все машины железные. Вы не можете сказать, что у вас машина деревянная, чтобы выделиться. Она железная. Окей. Второй момент. Это преимущество. Изначально, когда многие делают продукты, все говорят почему-то о преимуществах. И более того, если сегодня были семинары, вы слышали, а какие у вас преимущества перед конкурентами. Окей. Преимущество – штука неплохая на самом деле. С ней можно работать, но она краткосрочная. Почему? Потому что если у вас есть преимущество, у соседа есть преимущество, то его обязательно скопируют, если ваше преимущество имеет реальное отношение к рынку. Например, пред преимуществами часто понимаются патенты, например. У вас есть патент, у соседа нет патента, ну супер. Либо он скопирует то, что сделал у вас, чуть-чуть поменяет и все равно запустит, например, то же самое. Либо сделает аналогичный продукт, тоже запатентует. То есть преимущество по себе не дает долгосрочных преимуществ вашему бизнесу. То есть постепенно эта штука, видите, сползает вниз. И самое важное имеет значение здесь выгоды. То есть выгоды для конечного клиента. В этом смысле мне нравится позиционирование, например, Яндекс.Лавки. Мы доставим вам продукт за 15 минут. Вы где бы ни сидели, вам доставят там, не знаю, хлеба, булку за 15 минут. Это выгода, это не преимущество. Почему? Потому что вы конкретно для себя понимаете, что за 15 минут вы получите эту историю. Почему вы скажете, что другая компания не может все это сделать? Другая компания может это сделать. Но зачастую все опирается в место. Яндекс.Лавка, например, как пример, да, это по сути сервис, который арендует нежилые помещения по небольшой цене в густонаселенных районах. Если вы там уже арендовали какое-то помещение, то конкурент с меньшей долей вероятности, я подчеркиваю слово, выберет это же место. На самом деле это есть форма защиты для бизнеса, в том числе для локального. Вот здесь локальный бизнес, например, рестораны, отели, фитнес-клубы и так далее, они живут на этой защите. Вот здесь стоит ресторан, такой же ресторан в этом же помещении никто не откроет. Соответственно, Яндекс.Лавка таким образом защищает выгоду, а выгода в 15 минутах. Вернемся к нашему слайду. Соответственно, вот модель Кано сама по себе, она описывает взаимоотношения этих трех параметров. Характеристики, преимущества и выгоды. Соответственно, когда мы даже делаем продукт, проводим каздевы, вы, например, провели условно, созвонились с человеком на час, поговорили с ним, мы такие, окей, садимся анализировать, и все, что сказал человек, мы стараемся разбивать на три составляющих основных. Характеристики, преимущества и выгоды. В перспективе они выглядят вот так. Соответственно, это просто разные графики, линейные. Линейные выгоды как раз-таки являются, по сути, характеристиками. То есть чем больше этой штуки, тем лучше. Есть, значит, свойства, которым человек дифферентен, то есть эта штука есть и, слава богу. Есть свойства, которых нужно убирать, типа, ну, оно здесь есть, но чем больше его в этом продукте, тем хуже, например. Вот. И есть свойства, которые делают так называемый вау-эффект. То есть, о, эта штука, она очень крутая, я ее куплю. Чем больше этой штуки, тем больше вероятности, что я куплю. Я специально хотел именно вот к этому слайду, да, немножко перейти. Это тот же самый, это тот же самый наш сайт, тот же самый разбит по, ну, то есть та же самая страничка, да. Но давайте посмотрим с точки зрения модели Кано. То есть у нас получается 15 минут. Это перформанс. Свойства, свойства линейные. То есть чем больше этой штуки, тем лучше. Соответственно, ну, как бы человек на электрокаре, давайте так ездит. Ему, чем быстрее мы зарядим эту машину, тем лучше. Но фактически, на самом деле, ему неиндифферентно. То есть мы будем за 10 минут заряжать машину, за 15, за 20, за 25. Есть понятие быстрой зарядки. Соответственно, мы берем там, условно говоря, 15 минут и останавливаемся на этом. Это свойства линейные. Соответственно, второе свойство, must-have, это свойство, которое быть должно. Если его нет, и это большая проблема, ребят. Потому что мы, например, проводим коздео. Вот пользователь Tesla, вот пользователь Nissan Leaf, например, да. Мы понимаем, что мы продаем наш продукт, зарядку для тех и для других игроков. Если, например, моя машина не может зарядиться, например, там, моя Tesla не может зарядиться от зарядки, или фан может, это проблема. То есть здесь, получается, человек сильно расстраивается, да, и он сильно, получается, огорчается. То есть эта штука must-have. И атрактив, да, история с привлекательностью. Чем больше, соответственно, вот этой всей, ну, чем больше с точки зрения срока обслуживания, да, тем, собственно говоря, лучше. Для того, чтобы отбирать людей на втором плате, вот здесь, давайте, здесь немножко подытожим. Это оффер. Первая часть коздео. У нас с вами есть шум, мы сформулировали гипотезу, сделали оффер. Хочу, чтобы мы с вами сейчас все это вместе зафиксировали до того, как вы посмотрите вот сюда. Потому что как только у нас есть оффер, мы можем идти дальше. Мы можем идти в инкетирование и в поиск корреспондентов. Где мы их ищем? Ну, тут все просто. С одной стороны просто, с другой стороны сложно. Мы их ищем в Телеграме. Зачастую все интервью платные, от 1000 до 3000 рублей. Мы платим конкретному человеку за то, чтобы он пришел на интервью. Вы скажете, почему так? Потому что люди бесплатно не хотят проходить интервью. Это практически бесполезно. Мы пробуем с ними работать. Да, есть крючочки, которые их цепляют. Например, там, товар, например, да. Я пользователь Теслы, мне предлагают мобильную зарядку для Теслы. Тут я, может быть, пойду на интервью. Но это у всех там время и деньги, да. И все говорят, ну, мы не хотим делиться информацией. Это вот та проблема, которую вы сегодня, друзья, поднимали на сервисе по сбору данных от поколения Z. Соответственно, там, сервис с короткими видеоответами. Да, там, записал видос, ответил на вопросы, ответил. И там, послал куда-то, получил за него какую-то плюшку. Вот она, эта проблема. Мы стараемся с помощью анкеты отбирать людей, сегментируя их. То есть разговаривать не со всеми, а потом платим деньги тем, с кем продолжаем работать. Кому мы предлагаем заполнить эту анкету вообще? В рамках, что мы пытаемся вычислить в рамках этой анкеты? Любой продукт нужно сегментировать перед тем, как идти дальше. Сегодня, опять же, мы об этом говорили. Сегмент очень важная штука. Сегмент упирается в юзкейс. Конкретно, вот давайте посмотрим сюда. У нас есть компания каршеринга, которым нужны мобильные зарядки. Например, Яндекс. Яндекс в Москве ездит сегодня, там есть электрокары, и им нужно заряжаться каким-то образом. Второе, это пользователи электрокаров. Третье, это производители электрокаров. Четвертое, Минобороны РФ. Вы скажете, Минобороны РФ каким тут локом вообще зачесалось? Смотрите, сегодня, да, вы знаете, текущую ситуацию. Вот тут на западе страны используются очень часто БПЛА. Беспилотные летательные аппараты. Все просто. Они тоже нуждаются в зарядке, как любая другая электронная техника. Поэтому формально мы, с точки зрения сегмента, указываем и этот сегмент. Когда, конечно, мы делаем анкету и идем в телегу, например, да, мы ищем прежде всего, ну, соответственно, пользователей электрокаров. Здесь мы их уже разбиваем между собой. Если мы берем, например, на нужный производитель электрокаров, мы идем, не знаю, в Каму, например, да, которая на набережных Челнах сегодня делает электрокар. Но это не через анкету, это уже напрямую идем. В данном случае задача студии найти этих респондентов по всем сегментам и вместе с этими респондентами провести интервью. И вот тут мы часто подходим к третьей части нашей встречи. Вообще зачем, да, мы собрались, история с Казделом, примеры и все остальное. Итак, шум, гипотеза, оффер, сегментация, вопросы. Значит, есть такой метод, который используется, который сегодня популярен. Вот сегодня я принес даже пару книжечек по этому поводу, которые, безусловно, хочу задарить всем, кто в них заинтересован. Метод называется «Спроси маму». Вы слышали что-нибудь про этот метод раньше в Казделе? Не слышали? Представьте себе, почему называется «Спроси маму». Представьте себе ситуацию. Вы стартапер, у вас есть замечательная идея. Давайте сделаем календарь для студентов. Крутая идея. Пойду к маме, спрошу маму, мам, я хочу сделать календарь для студентов. Ты бы мне помогла, ты бы купила этот календарь? Ну, представь, что мама как бы, ну, декан факультета, я не знаю, условно. Она такая, да, сынок, я бы купила. Она бы сделает, она сделает все возможное для того, чтобы подтвердить вашу уверенность в том, что вам нужно срочно делать этот календарь вот с такими характеристиками, которые есть. Почему? Потому что маме вас жалко. Любому потенциальному клиенту вас жалко. Почему? Потому что вы тратите силы, вы приходите, вы говорите, ну, это такой продукт, ну, он такой крутой, я там прямо все силы вложил вообще, там, квартиру продал, почку тоже. Но это не означает, что люди купят продукт. Вот в чем проблема. Засада в том, что люди врут. И когда многие, например, начинают использовать инструмент проблемных интервью для того, чтобы понять продукт, да, я с таким тоже сталкиваюсь, с кепсисом среди стартаперов, типа, ребят, каздевы не работают, проблемные интервью, ерунда полная. В зависимости от того, как проводить каздевы и какие вопросы задавать. Если прийти к человеку, к маме, и сказать, мама, ты бы купила мой продукт, если бы я вот запилил эту приложуху. Мама такая, да, сынок, я купила бы твой продукт. Вот в этой книге замечательной, это Роб Фитцпатрик написал, не русский человек, но тем не менее. Мысли хорошие. Там рассказывается история. Парень захотел сделать мобильное приложение с рецептами для мамы. Ну и мама, у нее же есть книжка вот эта вот домовая, она там рецепты пишет, там замазанная такая старая уже. Она говорит, давай, давайте, мама, сделай такое приложение, ты будешь скачивать, скачаешь приложение, и будешь там все рецепты смотреть в одном месте. Мама купишь? Мама сказала, купит. Мама купила? Не купила. Почему? Мама не пользуется телефоном, ребят. У нее есть книга, у нее телефон кнопочный, понимаете? Даже если он у нее тачскрин, она все равно не пользуется, не ставит приложение. То есть если бы сын наблюдал внимательно за мамой, он бы понял, что мамины действия в прошлом не соответствуют ее действиям в будущем. Он пытается натянуть, так скажем, сову на глобус, есть такое выражение, то есть домыслить действия мамы относительно того, что она будет делать ее приложение. Он думает, если будет крутое приложение, значит мама купит. Соответственно, есть проблема в том, почему мама не пользуется мобильным приложением, потому что нет мобильного приложения с рецептами, потому что нет мобильного приложения. Да? Да? Нет. Мама не пользуется, потому что она не хочет пользоваться. Она привыкла вот к такому инструменту, и она будет продолжать пользоваться именно им. Поэтому метод спроси мамы, он наиболее сегодня распространенный с точки зрения проведения козделов. И он позволяет задавать правильные вопросы конечному клиенту, не растекаясь мыслью по древу. Обратите внимание, тут написано три буллета, Три поинта. Почему? Что спрашивать маму не надо? Во-первых, не надо ее спрашивать, мама, купишь ли ты, если? То есть любое отлагательное событие в прошлом, оно влияет на решение мамы. И решение, которое она примет тогда, это не то же самое, что решение она купит сейчас, делать, сделать сейчас. Поэтому слова ли, бы, как мне лучше сделать, а если я сделаю вот это, а ты бы купила, если? Все эти слова нужно убирать. Вместо них? Да. Да, замечательный пример. Еще раз, с той же мамой замечательный, Sony Hawkman, это старый MP3-плеер, когда его делали, компания Sony собрала фокус-группу, сказала, ребята, какого цвета вы хотите MP3-плеера? И сказали, ну вот смотрите, зеленый, синий, красный, голубой, замечательно. Все такие, вау, отлично. На выходе, значит, расставили корзины такие с этими плеерами, да, для людей. Там, скажем, черный, белый, красный, синий, голубой. Люди выходили, там, да, с фокус-групп, ответили на все вопросы, разобрали полностью один цвет. Какой цвет разобрали люди? Черный. Люди врут. Одни хотели взять красное, но все набрали черное. И когда нужно понять решение, они берут то, что им комфортно, то, что им удобно, то, что попадает в картину мира, когда нужно отвечать на вопрос, они врут. Что нужно спросить маму? Следующий слайд, да, посвящен у нас. Во-первых, мама, как ты решаешь сегодня эту проблему? Мам, где ты берешь рецепты для своих блюд? Она говорит, сынок, я беру из книги. Все, вот мы с вами зафиксировали действие в прошлом, которое принято, понятно, понятно маме. Мам, а для тебя это вообще, готовка для тебя, это важно в твоей жизни? Она говорит, да, сынок, готовка для меня это важно. Второй болит, сила боли. Мама не может отказаться от действия под названием готовка. Она любит сына, любит семью, она будет готовить. И третий момент. Мама, тебе удобно сегодня пользоваться этой книгой? Насколько ты не удовлетворена решением пользоваться этой книгой? Скорее всего, у мамы есть проблемы. Ну, какие-то странички засолились, засолились, масло налила, еще что-то. Но глобально три вещи выясняем. Что она делала в прошлом? Какая у нее сила боли по отношению к данному действию? И насколько она не удовлетворена текущим решением делать это? Соответственно, вот здесь у нас возникает такая разбивка очень интересная, в которую часто попадают все продукты, в том числе и уже оформившиеся, такие как стартапы. Смотрите, мы для себя разбиваем, исходя из двух показателей, сила боли и рейтинг удовлетворенности, разбиваем на 4 квадрата практически всех клиентов, которые у нас есть. Значит, давайте начнем с самого невкусного. Дискомфорт низкий, боли мало. Значит, мы приходим к какому-то человеку. Социальная сеть для кошечек в городе Казань. Прекрасный пример. Почему их все делают, не знаю. Значит, у человека нет проблемы с кошечками, и он не пользуется никакими инструментами коммуникации с другими владельцами кошек. Соответственно, он не может вам сказать, этому удобно или неудобно. То есть у него нет боли, и он всем удовлетворен. Вариант какой? От этой аудитории лучше отказаться. Лучше похоронить эту идею вместе с аудиторией. То есть очевидно, здесь нет бизнеса, люди не будут этим пользоваться, потому что ни сегодня этим не пользуются. Давайте пойдем в противоположный пример. Высокая боль, высокая недовлетворенность. Например, история с электрокарами, например. Давайте чуть-чуть притяну за уши, но тем не менее. Людям нужно передвигаться. Это большая потребность. Ты спрашиваешь человека, ты хочешь передвигаться из точки А в точку Б? Он говорит, да, хочу. То есть, соответственно, сила боли на передвижение у него высокая, условно говоря, там 8 из 10. Мы спрашиваем, а ты как передвигаешься сегодня? Он говорит, я передвигаюсь на метро. Мне надо на такси, на машине, на бензин, с бензиновым двигателем, на автобусе, еще на чем-то. То есть у него есть разные способы достичь из точки А в точку Б. И мы, соответственно, выясняем, какой недовлетворенности у каждого получается из тех решений, которые он использует. Если мы понимаем, что наше решение, например, электромобили, оно конкурирует с бензиновыми двигателями из-за того, что стоимость бензина высока, мы видим человеку, говорит, я пользуюсь машиной, но бензин дорогой очень. Например, такая ситуация в Иркутске сейчас сложилась, ребят, не знаю, знаете вы здесь или нет, мы работаем с Иркутском, с этим сталкиваемся. Дорогой бензин. Они идут покупать Nissan Leaf из-за того, что стоимость зарядки электрокара в разы меньше, чем стоимость, например, залить бензин в автомобиль. И мы, соответственно, сделаем вывод из этого, что на этом конкретном рынке, скорее всего, для того, что рейтинг-экорренности выше и сила более высокая, эта аудитория нам будет интересна конкретно для нашего продукта. Связан, например, с мобильными зарядками, в данном случае с электрокарами. И два промежуточных решения, да, по большому счету, когда боли много, но дискомфорт низкий, то есть человеку надо что-то делать, но его все устраивает. Вот, например, пример с мамой, это отличный вариант. Мама любит готовить, для нее инструмент для готовки, это всегда важно, боли много. Но ее устраивает ее книжка, рейтинг-экорренности низкий. То есть она, скорее всего, не купит, она находится в верхнем сегменте. Или второй вариант, боли мало, дискомфорт высокий. Тут человек просто поленится. Вы ему предлагаете какое-то действие, какое-то решение, но он в принципе говорит, ребят, ну как бы мне не нужно делать вот это. Я не парюсь, если я делать этого не буду, например. Соответственно, у него в отношении к какому-то решению очень мало боли. Тут очень много теорий, я думаю, мы когда вернемся на практике, поэтому давайте дальше. Что-то, теперь практика началась. Два конкретных интервью, которые мы проводили по электрокарам. Значит, первый пример – сила боли, выяснение. Второй пример – рейтинг-экорренности. Так, да, это спасибо. Значит, Эзард сказал, что мы посмотрим два интервью. Сюрприз, посмотрим одно. Потому что я подумал, что лучше мы посмотрим один кусочек длительностью 2 минуты, в котором будет сразу и боли, и неудовлетворенность, и какой-то контекст вы сможете увидеть. Вы сказали, что у вас есть проблема с емкостью батареи, возможно. Насколько часто возникла эта проблема? Можете оценить частоту месяц, год? Знаете, я привык планировать свои поездки, да, и в принципе запаса хода хватает. Ну, на вот эти как раз 97-98% поездок. Вот, ну, наверное, не знаю, балла на 3, 2-3 балла, что не хватает. Конечно же, если будет больше батареи, конечно, будет хорошо. А вот конкретно в месяц, в год, сколько примерно раз такое случается у вас? Да, не хватает запаса. Да, допустим, в год сколько раз примерно? Ну, 2-3 раза, не более того. То есть чаще всего либо планирую путь через быструю зарядную станцию и забиваю дополнительно там, вот, ну, либо как-то по-другому стараюсь сделать. Планирую время, то есть чтобы где-то постоять, позаряжаться. Можете рассказать, насколько важно вам было решить эту проблему по шкале от 1 до 10? И 10 – это вопрос жизни и смерти снова. Я думаю, балла на 3, 3, максимум 4. Да, давайте остановлю, прокомментирую чуть-чуть. Смотрите, да, не всегда так в козделах бывает, что в ходе интервью получается задать вопрос и сразу получить на него ответ. Вот в данном случае Амир пытается пробиться сквозь респондента и получить нужные ответы. Смотрите, респондент сказал балла на 3, на 4. Мы в этот момент понимаем, что проблема, связанная с тем, что у него там что-то аккумулятора не хватает, а для него довольно слабая, по крайней мере на нашем опыте все, что ниже примерно 7, это довольно слабые проблемы. Все там 7, 8, чем выше, тем лучше, это сильные боли. До того, как Амир спросил и попросил оценить это в баллах, ну лично мне, не знаю, может вам, было не очевидно, насколько это сильная проблема для респондента. Вот сейчас он сформулировал это, это 3-4 балла. Дальше Амир, послушаем, что спросит. Можете рассказать по шагам, как вы решали эту проблему, что конкретно делали? Ну, то есть у меня два пути, скажем так, либо построить маршрут оптимальный, либо построить маршрут через зарядную станцию быструю именно, то есть ЧДМ. Так, мы вот здесь сейчас пропустим кусочек, я хочу остановиться на том, что Амир, смотрите, у человека проблема, он спрашивает его, собственно, о тех решениях, про которые я рассказывал. Неудовлетворенность использования которых мы сейчас будем замерять. Вдруг окажется, что все решения, которые у него есть, вообще суперкрутые. Ну, в данном случае у нас проблемы-то не очень сильные. Сейчас я чуть-чуть прокручу, чтобы не слушать, как он принимал решения. Тоже очень важная часть, но у нас времени нет просто на это. Можете рассказать, сколько на это решение тратилось денег? Ну, обычно не больше 200 рублей. А это идеальное решение? Может вас что-то в нем не устраивает? Ну, если бы станции быстро зарядки стояли и были бы подешевле, то, конечно же, это было бы очень хорошо. И мне надо понять, насколько вы оставались неудовлетворены этим решением. По шкале от 1 до 10, где 1, это никакой нет неудовлетворенности, и 10 абсолютно недовольны этим решением проблемы. Ну, 2-3 балла. Да, как бы все. Дальше не будем смотреть. Так, наверное, вот так. Смотрите, специально выбрал этот пример. Мы здесь увидели, что у человека есть проблема, по крайней мере он называет это проблемой, которую он оценивает на 3-4 из 10. У него есть решение этой проблемы. И недоволен этим решением он всего лишь на 2-3 балла. Это, собственно, тот верхний, это, собственно, вот этот вот красный текст. От этой идеи лучше отказаться. Ну, естественно, на примере конкретного респондента. Да, у нас респондентов много, и мы много что отсматриваем. Все, вот так примерно строятся коздевы. Результат очень простой, но, к сожалению, приходится с ними общаться, с этими людьми, которые не всегда готовы напрямую отвечать. Давайте пойдем дальше. Вот сейчас мы проверяем то, о чем рассказывал Эд, то, о чем сейчас Амир беседует с респондентом. Мы проверяем свою идею, связанную с PowerBuck, собственно, с зарядной переносной станцией для электроавтомобилей. Что мы для этого сделали? Мы провели порядка 30 интервью. Из этих интервью мы, собственно, выделяем боли, мы выделяем неудовлетворенность, мы сегментируем наших респондентов. И сегментация приводит нас к двум, вот видите тут, сценариям использования, к двум юзкейсам. Вот эти два юзкейса. Первый – это те люди, которые не хотят париться. Бросил тачку около кофейни, пошел там с девушкой, там с семьей попить кофе. В это время кто-то подошел, подзарядил ее, ты вернулся, она уже заряжена. Вау, ничего себе, вжух и заряжена. Второй – это, собственно, не дотянул до зарядки. Едешь с работы, например, ты живешь за городом, не хватило 5 километров до зарядки. Взял, подключил рюкзак, он подзарядил твою машину, ты через 5 километров поехал дальше. Это два абсолютно разных юзкейса. Они формируются как раз в тот момент, когда вы понимаете, что вот у этих людей такая проблема и такой уровень неудовлетворенности. А у этих людей такая проблема и такой уровень неудовлетворенности. У нас есть, соответственно, из этих же интервью мы получаем концепты продуктов, концепты зарядок. Вот тут 4 концепта. Это у нас рюкзак тяжелый, рюкзак легкий, чемодан на колесиках и большой ящик, который просто можно положить себе в машину и уехать куда-нибудь в отпуск. 4 концепта сформулированы. Одна юнит экономика здесь указана, потому что мы пока посчитали одну юнит экономику. Собственно, сколько стоит это производство, сколько нам за это будут платить. Это все из этих же каздевов можно вытащить. Ну и, соответственно, один оффер для этой же юнит экономики на данный момент это рюкзак, который за плечи кладешь. То есть не чемодан, не ящик в багажник. Да, это очень важно. В общем, еще раз, на всякий случай, подытоживая, на каздеве надо задавать вопросы про прошлое человека, про то, что он уже делает, делал, от чего отказался, на что выбирал, на что тратил деньги, что ему приносило боль, удовольствие, неудовлетворенность. Все, что в будущем, это все чушь собачья. Все, что он вам скажет, это ерунда. Вот. Все, друзья, спасибо вам большое за ваше внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok